Жители города заметили пьяного водителя Нивы Шевролена из Кожевском переулке и позвонили на телефон горячей линии ночного патруля. Чуть позже общественники заметили, что предполагаемый мужчина осматривается, чтобы убедиться, что за ним не следят. Вон пьяный водитель, шатаясь, идет обратно к машине. И сейчас только что выслеживал, нет ли нарядов поблизости. Смотрел то в Карла Маркса, то в сторону Октябрьского. В общем, сейчас, возможно, сядет и поедет. Общественникам водитель сказал, что никуда ехать он не собирается, так как выпил спиртного, но вскоре машина начала движение. Так, Нива поехал, Нива поехал в сторону Карла Маркса, 700, ой, 106. Водитель Сергей проехал в соседний двор, путь пешком у него занял бы всего минуту. Предупреждаю три раза, на четвертой выбиваю стекло. Открываем двери. Из машины выходим. Из машины выходим. Ты что обманул-то? Ты же сказал, что не поедешь. Куда? Тебя в машину перегнал, блядь. Ну, ну. Перегнал-то, пьяный? Ну, пьяный, ну, ладно, че. Пьяный и ладно. Видимо, так же он думал три дня назад, когда сотрудники ДПС ловили его на этом же месте. У водителя были те же признаки опьянения. Отец в который раз ждал сына дома, а тот снова задержан. Как так получилось? Да я что, видел, что ли? Вы не видели? Вам вообще практикует такое? Ну, пьяный кем-то ездить. Да я с телевидения просто снимаю. Да убери телефон с телевидения. Это камера. Тем временем Сергей отвечал на вопросы инспекторов и задавал им свои. Вы нерастоящий будете проходить? Для чего? Для установления вашего состояния. Я не отказываюсь ничего. Вы будете проходить? Нет, не буду. Теперь после двух задержаний Сергей готовится к двойному административному наказанию. Это может быть три года лишения прав и штраф в размере 60 тысяч рублей. Сергей Пичугин, место происшествия.